Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это довольно редкая машина на российском вторичном рынке. Хотя вот его предшественник разошелся по территории нашей необъятной родины довольно-таки приличным тиражом. О том, на что обращать внимание, если вы решитесь на покупку подобного автомобиля, и о том, почему на самом деле стоит это сделать, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Honda Civic 9-е поколение в кузове FB. Honda Civic 9-го поколения выпускался, как и его предшественник, в нескольких вариантах кузовного исполнения. Седан, как в нашем случае, носит маркировку FB. На другие рынки автомобиль мог поставляться, например, в кузове «Универсал», либо «Хэтчбэк». И в этом случае маркировка кузова будет своя. Поэтому правильнее в данном случае говорить не о модели Civic, а о платформе Civic, на базе которой было сделано все разнообразие модификаций этой модели. Также эти автомобили имели достаточно существенные региональные различия. Для рынков разных стран они могли выглядеть совершенно по-разному. Если же говорить про самый часто встречающийся вариант дилерского автомобиля, проданного официально на территории Российской Федерации, то, как правило, эти автомобили будут выпущены до 2014 года. Хотя вообще период выпуска FB кузова лежит в диапазоне от 2012 до 2015 годов. Что касается выбора двигателя, то если у американского и европейского потребителя право выбора силовой установки было, то в нашем случае это не так. Под капотом в любом случае будет находиться бензиновый агрегат объемом 1,8 литра. В двух вариантах мощности 141, либо 142 лошадиные силы, в зависимости от года выпуска автомобиля и исполнения мотора. Коробка передач на Civic может быть шестиступенчатая механическая, либо пятиступенчатая автоматическая. Причем автомат этот классический, обычный, гидромеханический, как все любят и как все привыкли. Ну а выбора по типу привода на этих автомобилях просто не было. В любом случае ведущим у вашего Civic будет только передок. Наш сегодняшний гость это как раз один из официально проданных дилерских Civic. Под капотом 1,8 на 142 лошадиные силы, коробка передач, пятиступенчатый автомат. По традиции в начале обзора пару слов скажем про кузов автомобиля, толщину и качество красочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот кузов сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, 9-й Civic это в принципе типичный японец. Разброс значений и толщиномера при прозвоне подобного автомобиля будет в диапазоне от 100 до 150 микрон. Что касается качества лакокрасочного покрытия, оно достаточно нежное, как впрочем и практически у любого другого современного автомобиля этого класса. Само собой, кузов ловит сколы и царапины, и чем более интенсивно эксплуатировался автомобиль, тем больше этих самых сколов будет на кузове. Причем какого-либо развития, как правило, они не получают. В самых запущенных случаях можно найти рыжеющие точки на кромке капота и кромке крыши. Но на этом, пожалуй, и все. Основная проблема у Honda Civic далеко не на внешних панелях кузова. С ними-то как раз все в порядке. Но этот автомобиль, видимо, позиционируясь компанией Honda как достаточно бюджетная машина, с завода не был познакомлен с большим слоем антикоррозионной защиты. Вдобавок, компания применила на этом автомобиле ряд спорных моментов. И одним из таких странных решений было применить на Honda Civic войлочные подкрылки задних арок. Сам по себе войлочный подкрылок хорош тем, что он может обеспечивать дополнительную шумоизоляцию, которой, кстати сказать, в Civic относительно немного. Но это дело вкуса, вдобавок, поправимое. А вот то, что при эксплуатации в холодном и влажном климате этот самый подкрылок набирает на себя влагу, которая практически оттуда не выветривается, но разве что вымерзает. И все это, соответственно, может приводить к тому, что он послужит катализатором появления коррозии на кузове. Соответственно, если вы приобрели Honda Civic и у вас с кузовом все в порядке, не поленитесь сделать дополнительный антикор арк. Ну а войлочный подкрылок, в принципе, можно и заменить на пластиковый вариант, который, во всяком случае, не будет набирать в себя воду. Также при осмотре Honda Civic 9-го поколения, ну как и любого другого Civic, обязательно поднимите машину на подъемник и обязательно посмотрите на днище автомобиля, на предмет наличия следов коррозии там. Дело в том, что, как мы уже упомянули, малое количество антикоррозийной обработки на кузове относится в основном как раз-таки к низу автомобиля, и именно оттуда начинаются основные проблемы. Хотя большая часть 9-х Civic'ов еще не прошла тот самый рубеж, когда эти изменения на кузове стали необратимыми. Так что рецепт успеха в данном случае найдите еще не пораженный коррозией автомобиль и не поленитесь загнать его на хороший антикор, если вы планируете проездить на нем больше, чем 1-2 года. Само собой, все вышесказанное справедливо для автомобилей, которые не подвергались серьезному кустарному кузовному ремонту после хорошего ДТП. Найти такой Civic в родной краске с поправкой на очень небольшое количество подобных автомобилей на рынке задача, пожалуй, утопическая. Но вот не купить себе автомобиль после Татала без безопасности и с кривой геометрией это вам вполне по силам. Так что относитесь к выбору ответственно. Что касается салона и электрооборудования, Honda Civic 9-го поколения практически образец надежности. Если этот автомобиль не был предварительно намотан на столб и в нем не побывали руки совсем уж бесталанных кулибинов, то с электрооборудованием на борту 9-го Civic у вас все и всегда будет в порядке. Из досадных мелочей, с которыми нет-нет сталкиваются владельцы подобных автомобилей, это регулировка водительского сидения по высоте, которую бывает просто ломают и, соответственно, при покупке необходимо проверить ее на работоспособность. Ну а второй момент это шланг слива конденсата системы кондиционирования. Проблема с ним проявит себя в виде лужи в ногах переднего пассажира. Естественно, при покупке подобного автомобиля следует удостовериться, что все подушки безопасности тестируются и находятся на своих штатных местах. Кстати, после влажной уборки в салоне, либо химчистки с разбором, эта машина запросто, как и любая другая, может наловить ошибок по подушкам безопасности, связанным с тем, что, как правило, эти автомобили перекатывают, заводят со снятыми сидениями, а следовательно, с расцепленными разъемами системы СРС. Теперь поговорим про двигатели, которые могли находиться под капотом Цивика 9-го поколения. Сразу оговоримся, что рассказывать про моторы, официально у нас не продававшиеся, например, дизельные, мы не будем, поскольку дизельный двигатель, как правило, покупают либо по причине желания сэкономить на расходе топлива, либо по причине того, что бензиновые агрегаты банально не выхаживают тот ресурс, который способен отработать дизеля. Но последнее более характерно для современных немецких автомобилей. Так вот, в случае с Хондой Цивик дизельные моторы не особо-то имеют смысл, поскольку R18 и топливо употребляет умеренно около 7-8 литров на 100 км пробега, и по ресурсу способен отработать без каких-либо нареканий свыше 300 тысяч километров пробега, что уже достаточно неплохо по нынешним меркам. Самое главное, вовремя менять масло, использовать качественные горюче-смазочные материалы и не экономить на обслуживании, например, на тех же свечах зажигания. Что касается моторов R-серии, то они появились еще в далеком 2006 году, когда потихоньку начали замещать уже устаревшую на тот момент серию двигателей D. В нашем случае под капотом автомобиля прописался двигатель маркировкой R18Z1. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров. В головке блока цилиндров здесь используется один-единственный распредвал, 16 клапанов и система изменения фаз газораспределения IFTEK. Причем индекс Z1 говорит о том, что в данном случае система IFTEK была доработана, скорее в угоду экономичности. Что касается привода ГРМ, на данных двигателях используется цепь, и ресурс этой самой цепи весьма и весьма немаленький, свыше 250 тысяч километров, а иногда даже больше владельцев цивиков, цепь ГРМ и все, что с ней связано, беспокоят крайне-крайне редко. А вот гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих моторах по давней хондовской традиции нет, поэтому регулировкой нужно заниматься раз в 40-50 тысяч километров пробега. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, можно отметить разве что двухрежимный впускной коллектор, который меняет конфигурацию на отметке около 5000 оборотов в минуту. Что касается каких-либо характерных проблем или недостатков по этому мотору, ну, первое, это разного рода шумы и стуки, которые могут быть связаны как с нормальной работой клапана-абсорбера топливных паров, и в этом случае стучащий звук может периодически появляться на горячем двигателе, делать с этим ничего не нужно, это нормальная его работа, либо стучать могут сами клапана, требующие регулировки. Ну, в этом случае, собственно, регулировку следует выполнить. Второй момент, это навесное оборудование, приводной ремень и все, что с ним связано, ну, в данном случае все тоже достаточно просто. Нашли источник шума, локализовали и заменили соответствующий подшипник, либо ролик. И третий момент, это вибрация двигателя на холодную. Если на холодную двигатель вибрирует, это нормальная практика, но если вибрация остается и на полностью прогретом автомобиле, скорее всего, подошло время поменять подушку двигателя, и, как правило, это левая подушка. Как видите, список вопросов, которые может вызвать этот мотор, далеко не обширный. Ну, разве что после 100 тысяч километров пробега стоит лишний раз удостовериться, что система вентиляции картерных газов у вас не забита и исправно работает. А также при осмотре подобного автомобиля обратите внимание на то, чтобы двигатель был сухой, чтобы не давило масло ни из-под клапанной крышки, ни с переднего сальника коленчатого вала. Если подытожить все вышесказанное про R18Z1, мотор удачный. Можно брать. Теперь, что касается коробок передач. Как уже было сказано во вступлении, на Civic 9-й генерации устанавливалось две разновидности коробок. Шестиступенчатая механическая, либо пятиступенчатый автомат. Обе коробки крайне надежны. У шестиступенчатой механики вообще практически нет недостатков. И у водителей, которые не имеют привычки сжечь сцепление, этот самый узел выхаживает около 140-150 тысяч до замены. Что очень даже неплохо по легковым меркам. Что касается пятиступенчатого автомата, то здесь по части надежности все обстоит не хуже, чем на механике. Эти трансмиссии у водителя, который периодически меняет масло, а периодически это раз в 50-60 тысяч километров пробега, будут способны отработать до 250-300 тысяч километров пробега. То есть практически как и сам двигатель. А может быть даже и больше. Что касается каких-либо проблем, то по механической части у этих коробок, как правило, вопросов не возникает. Чаще прочего, если с этими автоматами и приходится что-то делать, то связано это либо с соленоидами гидроблока, либо с износом накладок блокировки гидротрансформатора. Но обе этих проблемы и по соленоидам, и по износу блокировки гидротрансформатора у водителей аккуратных, которые ездят хоть и быстро, но при этом плавно, могут наступить как раз-таки после 300 тысяч километров пробега. Что по нынешним меркам весьма и весьма немало. Ну а теперь, пока Цивик у нас на подъемнике, скажем пару слов про ходовую часть автомобиля. На кузове седан, в частности, спереди у нас будет Макферсон, а сзади многорычажка. Что касается ресурса компонентов подвески, то по легковым меркам он, в принципе, достаточно большой. К тому же, к чести компании Honda, практически все в этой ходовке можно поменять по отдельности. Это касается как шаровых опор, которые здесь выполнены отдельно от рычага изначально, так и сайлентблоков рычагов, которые можно, в принципе, покупать в оригинале и менять отдельно, не меняя сам рычаг полностью. Что касается примерного километража, то такие вещи, как амортизаторы, например, на этих автомобилях выхаживают иной раз далеко за 150-160 тысяч километров пробега. Опорные подшипники передних стоек около 100-120. Рулевые тяги наконечники от 60 до 100, в зависимости от того, где и как вы эксплуатируете ваш Цивик. Даже тормозные колодки и диски на 9-м поколении Цивика отличаются очень даже завидным ресурсом. Диски выхаживают под 100 тысяч километров пробега, ну а колодки чуть меньше. Тем не менее, это достаточно большие цифры. Видимо, сказывается не очень большой вес автомобиля и качество исполнения. Единственное, что касается тормозной системы на Цивике, не ленитесь время от времени обслуживать суппорта, то есть чистить и смазывать. В противном случае, закисший суппорт не вовремя может привести как раз-таки к последующей замене тормозных дисков, которые в противном случае могли бы еще послужить. При осмотре Хонды Цивик также обращайте самое пристальное внимание на то, в каком состоянии на конкретном автомобиле находятся пыльники приводов. Пыльники не должны и быть рванами, не должны быть слишком старыми, со следами растрескивания. В противном случае, есть шанс после покупки автомобиля заняться заменой, собственно, приводов. И в этом случае, самый бюджетный вариант будет попытаться найти контрактный привод, поскольку цена нового может вас неприятно удивить. Что касается приводов, кстати, на Хонде Цивик нужно иметь в виду еще один нюанс. На самом приводе, на валу, присутствует резинка-компенсатор. Так вот, под эту резинку имеет свойство со временем в процессе эксплуатации попадать грязь и влага. И в том случае, когда это все-таки происходит, под ней начинается коррозия. И коррозия эта может в самом запущенном случае приводить к тому, что привод у вас истончается и впоследствии может сломаться пополам. Такие случаи были. Конечно, далеко не каждый первый, второй и даже не каждый десятый цивиковод с этой проблемой сталкивается, но иметь это следует в виду. Особенно, если вы смотрите возрастной экземпляр с очень большим пробегом, и в целом автомобиль демонстрирует наличие признаков коррозии понизу. Ну, а что касается самого дорогого элемента любой ходовки рулевой рейки, на Хонде Цивик это тот узел, на состояние которого при покупке подержанного экземпляра стоит обращать самое пристальное внимание. Усилитель рулевого управления в данном случае электрический, и первые проблемы по рейке, как правило, наступают после 100 тысяч километров пробега. Как правило, стуки в рейке и люфты это причина износа втулок рейки, которые можно поменять достаточно бюджетно и эксплуатировать автомобиль далее. Но в самых запущенных случаях, на пробегах за 200, как правило, и далеко за 200, может встречаться также и износ самой зубчатой пары рулевого механизма. И в этом случае, конечно, ремонт будет более масштабным, а вероятно, придется рейку и поменять. Так что при покупке Цивика обязательно обращайте внимание на отсутствие люфтов и стуков в рулевом управлении. В противном случае это хороший повод для торга с продавцом. Также, когда вы выберете себе достойный экземпляр Honda Civic и приобретете его, советуем сделать следующее. На днище автомобиля достаточно большое количество пластиковых защит, которые имеют технологические отверстия и прекрасно собирают под собой влагу, пыль. И все это превращается впоследствии в грязь, которая дополнительно способствует коррозии днища кузова автомобиля. Примерно такую же картину можно наблюдать на Mitsubishi Pajero 4. И результат будет тот же. Со временем все это дело может развиться в сквозную коррозию днища. Поэтому после покупки не поленитесь загнать машину на антикор, демонтировать пластиковые защиты, при наличии начальных очагов поражения коррозии зачистить их, протравить все это дело и нанести слой антикоррозийного покрытия. Итак, какой вывод можно сделать под всем вышесказанным про Civic 9-го поколения? Можно ли рассматривать подобный автомобиль для покупки себе или нет? Мы бы однозначно рекомендовали присмотреться к этой модели, если вам позволяет бюджет и время, поскольку найти подобный автомобиль может получиться весьма небыстро и придется потратить энную сумму денег на проверки, на разъезды и, возможно, на автоподборщиков. Однако, будучи купленным в исправном хорошем состоянии, этот простой по конструкции и надежный автомобиль будет долго радовать вас исправной службой, а также внешностью, своей безопасностью, интересным дизайном салона и топливной экономики. Выбирая подобный автомобиль, следует помнить о том, что основное здесь далеко не пробег, а техническое состояние. Эти машины достаточно надежны, чтобы и на пробеге под 200 тысяч километров, как в данном случае демонстрировать полное отсутствие каких-либо нареканий по технической части. Единственная рекомендация по этому конкретному автомобилю это поменять масло в двигателе и на всякий случай в коробке передач. Ну и, конечно, следует избегать покупки предварительно восстановленного после тотального ДТП экземпляра. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кроме того, если у вас есть или был 9-й Цивик, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить или даже в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока. Пока.